всем привет дорогие друзья сегодня 1 декабря и как видите дома мы уже нарядили елку каждый год мы наряжаем вот эту вот нашу красивую зеленую елочку она искусственная и каждый год мы также вешаем вот такие вот красивые шары и шишки которые мы собрали в лесу я их сама покрасила и вот так вот красиво они смотрятся на елке у нас елка очень простая но она красивая а самое главное под елкой у нас бывает всегда много много разных подарков так вот дорогие друзья в этом видео я вам расскажу о том как празднуют новый год в турции празднует ли его вообще в турции и какие елки новогодние игрушки и украшения продаются в различных магазинах поэтому да у нас есть попугай он тут летает постоянно и когда говоришь он постоянно помог иди сюда иди сюда когда его зовешь он всегда полетает помог иди сюда иди сюда иди сюда поэтому сегодня мы с вами съездим в пару в один или в пару магазинов и я вам покажу что продается на новый год поэтому приглашаю вас вместе с нами помог иди иди сюда иди сюда иди сюда 1 декабря в центре алании идет дождь сейчас вам быстренько похожу что же у нас здесь происходит а не происходит собственно совершенно ничего потому что дождливая погода и все отдыхают дома или у друзей ну а мы отправляемся магазин где продают новогодние товары все отдыхают а Субтитры сделал DimaTorzok В одном из магазинов есть вот такой вот большой отдел с новогодними елками Есть как маленькие новогодние елочки, так вот такие вот большие Эта елка, кстати, похожа на нашу и стоит она, такая елка, 179 лир, достаточно высокая Мам, скажи, вот такая высокая, похожа на нашу, да? Да, только наша пушистая И смотри, какой шар красивый Ага, очень много красивых таких прям новогодних, суперновогодних игрушек Сейчас покажу вам все Здесь, конечно же, есть вот такие вот тепленькие какие-то интересные носочки И очень большое количество всяких разных вот таких вот красивых шаров Ну, например, вот такие вот шары, вот такая вот связка шаров стоит 24 лиры Есть красные, золотые, серебряные Ну, мне кажется, сочетание вот этого очень красивого золота с красным очень красиво смотрится Сколько такой стоит? Вот это тоже очень красивый шар, но мне кажется, он как декорация, может быть, на окно пойдет Или на очень большую елку 50 лир Да, вот такие вот тоже с колокольчиком Можно повесить куда-то на дверь или как-то украсить комнату Есть вот, ну, я, конечно же, больше всего люблю сочетание золота с красным и зеленым Вот это вот прям такое новогоднее Вот такие большие шары стоят 25 лир И венки, которые можно вешать на дверь, входную, на дверь в комнате тоже как-то украшать Есть вот такие вот большие 45 На самом деле, вот такие вот венки сделать очень просто И я их также делала сама Есть вот такие вот интересные венки Стоят 40 лир Ну, и, конечно же, Let it snow 99 лир С таким вот снеговичком, очень красивым Очень красивые И большие-большие венки Стоят 50 лир Не так уж и дорого Конечно же, никуда не обойтись без новогодних пакетиков Стоят такие мешочки 18 лир На самом деле, их сделать тоже можно самостоятельно Это очень просто И вот такие вот колокольчики тоже, кстати, на елку Очень красиво смотрятся Но вы уже видели чуть раньше Мы такие шишечки набрали в лесу И их покрасили Здесь очень много подушек Кстати, недорого 14 лет, смотри Крисмас Да Очень классные подушечки Они серенькие, с разными Елочные Ну, в общем, очень много И стоит всего 20 лир Мам, вот такой вот ты спрашивала 15 лир Вот такой вот, который у тебя дома Точно такой 40 лир А в прошлом году он стоил 15 лир Очень много различных новогодних нарядов Например, вот такие какие-то жилетки для детей И наряд Деда Мороза Конечно, он не супер шикарный Стоит 50 лир Много всяких разных шариков И здесь различные фонарики на елку Вот такие вот маленькие Либо большие гирлянды Стоит такая гирлянда 100 лир Также можно найти гирлянду на двери Либо вот такие вот гирлянды попроще По 25 лир Большое количество дождика Кстати, год Насколько я знаю Металлическая крыса наступает Поэтому напишите Что вы знаете о наступающем новом году 6 лир стоит вот такой вот дождик Ну, дождик у нас много И я люблю такой однотонный Однотонный дождик Что здесь есть еще интересного Конечно же, искусственный снег Искусственный снег стоит 10 лир Шапочки Различные И вот такие вот Огромные медведи 109 лир стоит Медведи Ну, они тут лежат, наверное, как вариант новогодних подарков Мы свои шары покупали очень давно И я покупала шары вот тоже в таком вот наборе В таком наборе Сколько здесь шаров? Ну, в общем, очень много И как раз вот зеленый, золотой и красный цвета Можно купить, например, вот такие вот более холодные варианты Это золото, серебро и синий цвет Стоит такой набор 129 100 штук различных украшений Или вот такой вот по 79 Здесь 60 разных украшений Ну, он такой немножко попроще Ну, и, конечно же, здесь на стенде Большое количество разнообразных шаров Вот именно вот такие вот шары я покупала Такие шары у нас висят на елке матовые и блестящие Золотые, и золотые, и красные Очень много таких вот колокольчиков И очень красивые разные снеговики Деда Мороза тоже в виде шаров Олени, которых можно поставить под елочку Стоит 20 лет Различный дождик И вот такие вот интересные, красивые тоже украшения Они крепятся, да, вот на такие зажимы Их тоже можно куда-то, куда-то закрепить Снеговики 69 лир Они сделаны из, да, какие-то из керамики Не деревянные Различные Различные гномы Снеговички Олени И вот такие вот большие Мама, это воробей Смотри, какой воробей Ага Это снеговик 169 лир Воробей Это кто? Олень Ага Олень красивый И, ну, такого, наверное, нужно ставить куда-то В прихожую, может быть, под елку И вот такой вот Снеговик Медведь Гномы Вот эти гномы Они вообще очень Оригинальные Красивые Олени Конечно же, куда Новый год без оленей Без дедов Морозов Санта-Клаусов Вот это вот Вот этот больше похож на русского Деда Мороза Это прям такой Санта-Клаус Ага Очень-очень много разных гномов Но вот эти вот гномы Просто шикарные Волшебные гномы И, кстати, легкие Такой гном стоит 89 лет Но на самом деле Сделать вот такого вот гнома Самому не стоит Совершенно ничего Можно купить ткань И вырезав из ткани Сделать вот такого гнома Натянув на какую-то банку Какой-то вязаный носок Ну, в общем Сделать самому такого гнома На самом деле На самом деле Тоже Очень-очень-очень просто Очень много Украшений Вот Какой-то такой Что-то типа Пенала Я не знаю Для хранения И вот такие вот Минималистические тоже Игрушки Сейчас Очень популярные Шары Которые можно Потрясти И которые С блестяшками Внутри Ну и, конечно же Одним из лучших Подарков Может быть Вот такой вот Медведь Хотя мама говорит Что это Пылесборник Да? Ну, смотрятся же Они классно Потрогай, какой он Медведь Они классные Да Очень красивые Мягкие В общем Классные Классные Поэтому Как вы видите В Алане Очень много Большой выбор Различных Ёлок Новогодних Украшений И так далее Но Если говорить О праздновании Нового года В Турции То, конечно же Это не Традиционный Турецкий праздник И в Турции Его Начали Даже не то Чтобы праздновать А Украшать Торговые центры Дома Различные Общественные Пространства И ставить Ёлки Совершенно Недавно Скорее всего С приходом Туризма В страну И В турецких Домах Вы вряд ли Встретите Ёлку Конечно же Если это Не семья Где есть Иностранцы Или семья Которая Долго Например Жила в Европе Потому что Новая Потому что Новый год И ёлка Это не Традиционно Для Турции Поэтому Общественные Пространства Украшают А дома На Новый год Непосредственно На канунного года Вечером 31 декабря В Турции Семьи Собираются Вместе Родственники Жарят Каштаны Про каштаны Я вам уже Рассказывала Жарят Каштаны И Смотрят Телевизор В общем Как Например В России Накрывают Стол Так В Турции Традиционным Блюдом Или лакомством На Новый год Являются Каштаны Дорогие друзья Наступил Следующий день И мы находимся Уже в центре Алании Сейчас покажем Вам Где же Проходит Рождественская Ярмарка Она проходит В самом центре Алании На набережной И в этом году В 2019 году Она будет проходить 7 и 8 декабря А в центре Города У нас Сегодня Все Ну Как и всегда Зелено И красиво Здесь Высадили Уже Такие Зимние Цветы Которые Которые Зимой Не Мерзнут И Как вы Видите На улице Очень Жарко Сегодня Не обращайте Внимание На то Что мы В полощах Ну В Алании Зелень Круглый год И если Идти по направлению От памятника Ататюрка Вот В ту сторону В сторону Набережной Вот именно На этой Набережной И Проходит Рождественский Рынок Как я уже сказала В этом году Он будет 7 и 8 декабря И На набережной Уже Началась Подготовка К Рождественскому Рынку Здесь Будут выступать Различные Коллективы Здесь Висит Света Техника Различная И Вот Вы видите Именно Здесь Будет Установлена Рождественская Ёлка В описании К этому Видео Смотрите Ссылку На Рождественский Рынок Который Я снимала Раньше Как он Проходил В Алане Какие там Были Выставлены Товары Еда И так Далее А здесь Уже Поставили Основу Ёлки Ёлка Как вы Видите Будет Такая Светодиодная И И вот Уже Поставили Основу Для Стендов На которых Будут Представлены Различные Организации Ассоциации И Будут Продавать Различные Рождественские Товары И Конечно же Различные Вкусняшки Вот На протяжении Всей набережной Будет И проходить Этот рынок Будет Идти Он Два Дня Поэтому Дорогие Друзья Если вы Будете В Алане Седьмого И Восьмого Декабря Обязательно Приходите В центр Города Рынок Открывается Около Десяти Утра И Продолжается До Темна Это Такое Мероприятие Которое Раньше Проходило Один День А в этом Году Будет Два Дня И Поскольку Наша Поиска В Россию Переносится На 18 Декабря Мы Также Придем На этот Рынок И Я Сниму Для вас Ну Видео Об этом Рынке Ну А на Сегодня Мы С вами Прощаемся Я надеюсь Что это Видео Было Вам Интересно И Вы Узнали Много Интересного О том Празднует Новый Год В Турции Или Нет И Конечно Же Приезжайте В Аланию В Турцию Сегодня У нас 2 Декабря Светит Солнце Людей Купающихся В море И Загорающих На пляже Мы Тоже Видели Сейчас На солнце Ну 25 Точно Есть Да Ну Не знаю Ну 23 Да Поэтому Очень Тепло И Сырок Просто Немножко Ну Да И Конечно Же Приезжайте В Аланию В Турцию Всем Добро Пожалуйста Ну А на Сегодня Всем Всего Хорошего Пока Пока Всем Пока Пока Субтитры Субтитры